Я думаю, всем нам нужно начать со смеха. Критическое мышление ребенок до 7 лет. Правда ли смешно? А, понял, неправда. Не смешно, да? Нормально. Вот до 7 лет ребенок, мы берем и воспитываем у него критическое мышление. Критическое мышление, самое простое его определение, мышление о мышлении, мышление о том, как я мыслю. Можно ли это приложить к ребенку до 7 лет? И последующие 20 минут он ждал ответ на этот вопрос. Нельзя, можно. Вот как замечательно устроена жизнь. Люди всегда дают правильные ответы. Как заметил один мой ученик, когда я работал в Вальдорфской школе учителем, в интернете есть разные ответы на разные вопросы. И вы можете найти на один и тот же вопрос совершенно разные ответы. И что тогда является критерием того, что вы возьмете, а что оставите? Знание, опыт. Ценности, цель, которая у тебя выставлена. Вы знаете, вот интеллект сейчас так устроен, что можно объяснить что угодно. Все можно объяснить, и будет похоже на правду. И ты не успеешь за всеми этими знаниями. Единственная у нас возможность теперь проверять, насколько это для меня важно, насколько это реальность для меня, это когда я интеллект окрашиваю своим сердцем. Сердце – это не фигура речи. Вот вы здесь сейчас сидите, и вы все что-то чувствуете. Насколько это тепло, холодно для вас. Насколько душа это принимает или не принимает. И думать о том, что это чисто такое вот, ну, надо интеллектом все решать. Интеллект, он теряет свою силу сейчас. Он слишком развит, и машина его уже обгоняет. И единственное, чем человек будет всегда отличаться от машины, это то, что у него есть орган восприятия. И вот через сердце он интуитивно чувствует, что правда, а что нет. У него здесь живет чувство истины. Чувство истины, ее не надо доказывать. Ты просто ощущаешь, да, это так. И вот наше время, время, которое в традиции вальдорфской педагогики, в традиции антропософии, которая лежит в основе вальдорфской педагогики, оно называется эпоха души самосознающей. То есть это как раз о критическом мышлении. Я думаю сейчас, я думаю о том, как я думаю. Я стою на этой сцене и с вами разговариваю, и в то же время контролирую, а что вот, куда нужно дальше двигаться. Эту способность, ее нельзя привить просто вот до семи лет ребенку. Но что мы можем сделать? Когда вы носите ребенка в теле под сердцем, и вы мама, он полностью часть вас. Потом он родился, и это физически отделился. Но душевно, духовно, даже отчасти физиологически он от вас зависит. И поэтому как важна роль мамы и окружение ребенка, который только что родился. У него физическое свое, а вот органовосприятие, ему нечего было там воспринимать, кроме стука сердца, и он к нему привыкает. Поэтому так легко укачивать ребенка, положив его к груди, головой, и спокойным стуком сердца укачивать. А все остальное, глаза, уши, обоняние, чувство движения, чувство равновесия, чувство тепла, чувство жизни, оно все не развито. И вот он родился, и этот момент до семи лет, эти органы чувств, они формируются. И от того, как с ребенком происходит общение, так у него будет выстроен мозг. Мозг, который будет решать впоследствии его жизненные задачи. Вот первые 18 месяцев ребенок – это вообще орган восприятия. Он все воспринимает. У него огромное количество там свободных нервных отростков в мозге, которые хотят устроить отношения между собой, чтобы синапсы. Он что-то выучил, появились новые отношения между нейронами, и он запомнил, что это. Он запомнил, как выглядит мама. Он запомнил, как выглядит эмоция здоровая. И здесь очень важно быть последовательным. Если ты взаимодействуешь с ребенком, ты ощущаешь ответственность. Вот все, что ты делаешь, что ты чувствуешь, о чем ты думаешь, оно все становится частью ребенка. И вот мозг формируется. Он формируется в подражании тому, что вокруг происходит. Тот мозг, который будет потом критически мыслить, или не будет никогда критически мыслить, он формируется от того, что вокруг него происходит. И вот здесь есть такой замечательный пример. Ребенок находится маленький, ему может быть 2 года, 3 года. Вот он на кухне с мамой. Мама готовит, предположим, на блинчики. Вот она открывает холодильник, достает яички, вот она достает еще такую мисочку большую, достает с полки муку, потом достает масло, и потом сыпет муку, добавляет туда яйца, перемешивает, добавляет сахар, добавляет соль, потом все это бултыхает, добавляет цельнозерновой муки немножко, чтобы здоровее питание было, а не только белая мука. Потом это все перемешивается, дается возможность постоять этому, чтобы цельнозерновая мука разбухла. Потом доливает туда молока, доливает еще молока, и когда там это получается, достает сковородку, зажигает газ, ставит туда эту сковородку, Это все нагревается, и потом она выливает туда блинчики, печется, и она об этом думает, и ребенок на это смотрит, он в этом даже может принять какое-либо участие. И потом вот эти блинчики все садятся и едят. Начало, процесс, окончание, результат. И ребенок в этом живет. Второй вариант. Открывается холодильник, включается телевизор, в это время звонит телефон. Мама разговаривает по телефону, достает это, все складывает, и там может быть готовый какой-то продукт, который непонятно из чего состоит. Это там фирма произвела, вот насыпал, разбултыхал, а что там, из чего это сделано, никогда невозможно понять, даже если знаешь значение всех е-е-е-е-е-е-е. Непонятно из чего сделал, насыпал, посмотрели телевизор, потом поели вот эту штуку, поговорили по телефону. И то, и другое становится содержанием. Содержанием одно мышление проследовал этим путем, другое этим. Вот так мы готовим мозг ребенка к последующей его жизни. Теперь обратим внимание на органы восприятия. Мы рассматриваем органы восприятия, и их там достаточное количество. Например, орган осязания. Орган осязания – это чувство всего того, как ты с миром встречаешься. И вот когда мама ласкает ребенка, его обнимает, целует, он переживает это ощущение телом всем. Во что это превращается во взрослым? Я работаю в Институте развития человека и организации. Это международный институт. И среди моих клиентов есть топ-менеджеры больших компаний, которые хотят превратить свою компанию в живой организм, а не в механизм. Чтобы там жизнь была, чтобы люди полноценно там могли участвовать и мышлением своим, и чувством, и валением, всей своей полной жизнью человеческой, а не быть кусочком функции, какой-то маленький отрезок. От тебя ждут только вот это. А здесь ты не человек, здесь ты функционер. И вот что там, как проявляется то, как ребенка люлекала в детстве мама? Менеджер, который чувствует других людей, у которого есть интуиция, он, глядя на сотрудник, он воспринимает его потенциал, он чувствует, как я в нем есть. Человек может собраться. И это из области чувств. И оно связано с чувством осязания. Поэтому так важно то, что происходит с ребенком до трех лет. Чувство осязания превращается в чувство «я» другого человека. Возьмем другой пример. Чувство движения. Вы даете ребенку двигаться свободно. У него есть эмоции, у него есть желание что-то сделать, и он может свободно двигаться. И вот самый маленький, ему выгораживает пространство, у него ползать, лазить. Вот все, что ему в голову приходит, он может сделать. Его свобода в движении. И многие из вас знают, если ребенок двигается не совсем традиционным способом, например, на четвереньках не бегает, у него могут быть потом проблемы с речью. То есть чувство движения переходит потом в чувство речи. Потому что в движении заложено это ощущение, как двигается, и одно превращается закономерно в другое. И тот ребенок, который много и свободно двигался, он легче потом говорит. А на речи строится мышление. И поэтому чувство движения, развитое в детстве, разнообразное движение, оно позволяет хорошо развить потом речь, а последствия сделать на этом основании развитое мышление. И вот движение там до трех лет, а потом начинается мышление к движению, речь примыкает. И потом чуть старше уже, к семи годам, и там мышление, мышление, которое наслаивается на эту речь. Это опять о важности первых трех лет. Вот когда говорят после трех поздно, говорят об этом. А снова там закладывается. И есть еще одно такое чувство, которое интересно проявляется. Это чувство жизни. Чувство жизни, когда ребенок понимает, что у него есть приятное здоровое окружение, он ничего не боится, он окружен любовью такой, и ему легко, он понимает, что будет происходить сейчас, что будет потом. Не понимает, а чувствует, что все хорошо. У него есть уверенность в этом. Он жил вот таким образом, как я описал первый случай изготовления блинчиков. У него упорядочена жизнь. У него есть уверенность. У него есть внутреннее переживание логики развития. Он чувствует себя бодрым, румяным и здоровым. И когда человек становится взрослым потом и воспринимает других людей, у него вот эта бодрость и здоровье, оно живет на уровне интуиции, как бы так, что все должно одно следовать после другого, иметь начало, середину и конец. И когда он слушает кого-либо, вот если у вас сейчас чувство смысла здесь работает, вы слушаете и думаете, в этом есть смысл или нет. И отчасти вы прям можете сразу сказать, ну да, в этом логика какая-то есть, чувство, да, это похоже на правду. И это связано с тем, насколько вы в детстве могли вот это быть свободным в своем чувстве жизни. То есть вы могли пережить это здоровье. Вот здоровый человек, он когда становится взрослым, он ощущает, в чем есть смысл, а в чем нет смысла. И там наступает обратный процесс, наступает обратный процесс, что когда нет смысла, человек не чувствует смысла в своей жизни, у него теряется тонус, вплоть до суицида. Я никому не нужен, в моей жизни нет смысла, я здесь не буду находиться. Поэтому смысл и жизнь – это такая задача, которую мы должны выполнять для себя и для своих детей. Все, что мы делаем, должно быть осмысленно. Про это вы, наверное, знаете сейчас. Вот это самосознание, пронизать все сознанием. Почему я это делаю, почему я то делаю? И в этом жить. И тогда всегда будет у ребенка понимание на уровне чувства, есть смысл – нет смысла. Есть смысл – хочу делать, а нет смысла – надо поворачиваться, уходить. Ну вот что сидеть здесь маяться, если все скучно, вы не видите в этом смысла. Нужно встать и уйти и что-нибудь съесть сладкого на худой конец. Мозг требует всегда сахар. Это особенность такая. И почему у нас, кстати, проблема ожирения сейчас растет, растет и растет. Мы догоняем потихоньку наших западных товарищей, по количеству ожиревших детей, взрослых. Потому что у нас, когда мы не чувствуем, что смысл есть в нашей деятельности, не можем это реализовать, а душа что-то просит. Мы душевное подменяем физиологическим, и мы едим сладкое. Мы едим сладкое, чтобы опять пережить эту радость. Но на физическом уровне оно должно было быть на духовном. И вот это чувство жизни и чувство смысла, эта пара остается навсегда. И дать ребенку ощущать себя таким смелым, здоровым, бегающим, это дать возможность ему потом понимать, что в чем есть смысл, а в чем нет смысла. И то, что закладываем мы на таком простом уровне, на базовом, оно потом отражается в душевном и отражается в духовном. Еще есть такое чувство, чувство смысла и чувство речи. Они рядышком. Движение, речь и потом смысл. И когда мы что-то с ребенком делаем, мы с ним разговариваем, то прежде чем с ним говорить, надо как для себя пережить. В этом смысл есть, а почему я так делаю? Если это делать периодически, то в семье является некая философия, общие ценности. И в детском саду, если мы работаем, то у нас тоже должна быть какая-то более высокая ценность, под что мы подгоняем всю нашу повседневную деятельность. Тогда не надо будет каждый день думать, это так или эдак. Ребенок нуждается в ритмическом повторении того, что происходит каждый день, в осмысленной деятельности вокруг него. Он полностью продукт своей среды. И наше развитие ребенка в этом возрасте до 7 лет не связано, что мы ему должны что-то покупать. Мы должны окутать его своим сознанием. Наше сознание – это, по сути говоря, его такая духовная составляющая. Наша эмоция – это его душевная составляющая. Наши физические действия, они помогают ему устоять в физическом мире. И вот мышление, чувство и воля – это три составляющих, которые позволят нынешнему маленькому ребеночку, который живет здорово, много двигается, ему есть с кем разговаривать, разговор осмысленный, ему никто не запрещает делать то, что не опасно, и четко продумано, что он не должен делать. Этот человек, он тогда будет на вершине, на вершине нашего общества. У него есть сознание, он спокоен, потому что он здоров, и у него есть способность создать что-то новое. Вот у нас есть сейчас… Вот мы здесь сидим, а через нас проходят такие два пути. И для себя я их называю путь киборгов и путь ангелов. Киборги, люди… Ну вот я отчасти уже киборг, я не могу до вас докричаться, мне приделали вот эти замечательные штуки, и вы меня слышите, хотя я говорю достаточно спокойно. Следующий путь. Эта штука, она может быть вжимлена мне в мозг, это уже возможно. Следующий. Я могу поставить сюда видеокамеру, и мне золотые электроды вставят непосредственно в нейрон, они могут быть такими тонкими, и я буду получать усиленное изображение. Потом, все, что во мне есть, оно излучает электромагнитные волны. Я отчасти из этого состою. Ну вы тоже вообще. Не заблуждайтесь, да? Мы отчасти электромагнитная волна. И вот сейчас уже начинают лечить, что мы сейчас запишем ваши здоровые электромагнитные волны, и когда вы будете болеть, мы вас будем этим облучать. Следующий шаг. Тогда вы будете здоровы. Следующий шаг. Эти электромагнитные волны, они, собственно говоря, мы и есть. Материя – это вторично. И есть люди, которые говорят, мы должны превратить человека в его электромагнитную копию. И тогда наступает жизнь вечная. Это не выдумка, это не фэнтези. Об этом рассказывают в интернете очень умные продвинутые люди, которые хотят бессмертия. Вот это путь киборга. И это будет реальность, которая в фильме «Матрица» 20 лет была показана назад. Есть иллюзия, что ты живешь. Но если есть электромагнитная копия, значит, всегда может быть программист, который будет делать то, что электромагнитные волны будут излучаться кругом, и ты будешь частью принадлежать. Ну, как сейчас можно говорить, что то ли ты пользуешься интернетом, то ли интернет пользуется тобой. И если говорить о пользе, то мы чаще увидим, что интернет нами пользуется, потому что там ребята имеют профит, прибыль. А когда мы пользуемся интернетом, мы имеем чаще всего убыль. И вот вторая наша часть, она связана с душой, с душевным развитием, и причем оно душевное, но оно в области сознания ясного. Я развиваю свое мышление. Я могу так концентрироваться, что мне нет необходимости, нет необходимости пользоваться специальными какими-то средствами, чтобы решить вопрос. Я простраиваю медленно свой мир на области чувств, потом я выстраиваю с помощью среды родителей, школы, детского сада, картину мира. Я могу это пережить, воспринять, осмыслить. Но этого недостаточно. Я должен иметь возможность сделать. И чем у ребенка больше возможности делать то, что он хочет, тем больше шансов, что он будет успешен. И это вопрос воли. Вот воля в мышлении, способность сконцентрироваться на одном вопросе, способность принять решение и его выполнить, это главный козырь, который будет нас двигать в развитии. И здесь мы через концентрацию своего мышления, через медитацию можем получить то, чего на свете еще не было, создать нечто новое. И это я называю путь ангелов, потому что для меня духовный мир – это мир мыслей. И вот детей мы сейчас готовим. Можно давать ему гаджет и платшет, начиная с двух-трех лет. Но тогда он все больше и больше будет от этого зависеть и будет полностью принадлежать тому миру, который к нему приходит из подприродного мира, из электромагнитного. Или мы развиваем его собственный внутренний мир, развиваем его мышление. И тогда вот я есть, а вот там мир. И я, когда на это смотрю, я сопоставляю в этом мире, что соответствует мне и моим идеалам, а что нет. То, что является критическим мышлением. Вот мир, а вот я. И наша задача в детстве – заложить основания, развив его органы восприятия. Это простой – играть с ребенком, разговаривать с ребенком, давать ему возможность быть свободным, все натуральное вокруг него, чтобы он мог быть таким живым существом, не загруженным извне чем-то, а родители, семья, детский сад, школа. Живые люди, они породят живое. Неживой электромагнитный мир породит неживое. И у нас есть шанс выбрать. Я надеюсь, что здесь собрались те люди, которые пойдут по пути ангелов. Спасибо. Спасибо. Спасибо.